Рынок зелени Это аквапанический комплекс. Комплекс представляет собой симбиоз по выращиванию салатов и трав и также живой рыбы. Производственные показатели составляют 6 тонн в месяц. Это по зеленой продукции и по рыбе это 400 тонн в год. Это производство можно смело называть органическим, потому что живая рыба, как живой организм, она не может приемлить никакую химию. Поэтому все, что сама рыба производит, необходимые вещества, питательные элементы, они затем уже поступают к растениям и растение питается именно за счет того, что выделяет рыба. Сложный тепличный комплекс, включая систему жизнедеятельности рыб и зелени, контролируется через датчики компьютера. Теплица полностью автоматизирована, является четвертым поколением. Полностью управляется влажность воздуха. Надо сделать сушь или надо сделать влажнее. Температура воздуха, температура воды для рыбы. Управляется освещенность в зависимости от количества солнечной радиации. Также теплица измеряет уровень кислотности, PH, чтобы и рыба, и растения чувствовали себя комфортно. Датчики установлены над каждой производственной линией. Информация с датчиков передается на планшеты, а оттуда в базу данных в облаке, где программное обеспечение анализирует все данные и помогает принимать решения. Однако из-за нестабильного интернет-соединения здесь можно использовать только 50% потенциала цифровых технологий из-за проблемы с подключением к облаку. Поэтому часть работы приходится выполнять сотрудникам. Сотрудники вручную замеряют показания температуры и при необходимости включают отопление или охлаждение. Также по влажности. Человек измеряет уровень влажности, сверяет показатели с таблицы и, согласно этой таблице, регулирует уровень влажности. Человеческий фактор – это всегда приводит к ошибкам, где-то к погрешности. Мы бы экономили очень много средств на ручной обработке и на ручном управлении. Мы думаем, что потери в данный момент именно из-за человеческого фактора составляют порядка 20-25%. Тем не менее, фермер уверен, что при решении проблемы с интернетом тепличный комплекс будет работать еще эффективнее и рекомендует данную технологию другим фермерам при условии наличия инвестиций. Данная система, она может быть использована мелкими фермерами, но здесь будет стоять вопрос о сроках окупаемости. То есть подобные технологии можно включить, но это будет из-за ее стоимости очень длительный срок окупаемости. Общая сумма инвестиций составила 3 миллиарда тенге. Проект был профинансирован на 60% за счет собственных средств и на 40% за счет заемных средств от государственной компании, аграрной кредитной корпорации. Поэтому для реализации подобного проекта фермер может рассчитывать на финансовую поддержку государства.